Всем привет! Это Турбоньюз. Последние новости из Мирмоторов в студии Эдуард Шагинян. Компания BMW выпустила фильм, посвященный всем 17 автомобилям из знаменитой коллекции BMW Art Car. Видео рассказывает о всех этапах создания расписных бумеров с самого первого автомобиля BMW CSL 3.0 1975 года, созданного американским скульптором Александром Колдером, заканчивая 17-й по счету моделью М3 Джеффа Кунца, появившейся всего год назад. Идея создания арт-автомобилей BMW возникла в 1975 году, когда французский аукционист и гонщик Эрве Пулин впервые принял участие в гонке 24 часа в Лимане. Чтобы изменить внешность своего автомобиля, он обратился к своему другу, скульптору Александру Калдеру, который и раскрасил гоночный автомобиль BMW, заложив тем самым основу целой коллекции. Результат был встречен с таким энтузиазмом, что в BMW решили продолжить эксперимент. К началу 90-х в дело включились выдающиеся художники из девяти стран, работающие в совершенно разных стилях. А расширился и спектр моделей. Наряду с гоночными автомобилями художники начали работать и с серийными BMW. Эта коллекция выставлялась во многих музеях и галереях мира. Новые арт-бумеры сначала принимали участие во всевозможных гонках, а затем продолжали выступать на международных выставках в качестве связующего звена между искусством и техникой. Ралли-марафон серии «Дакар» «Шелковый путь-2011», который стартовал 9 июля на Красной площади, завтра уже доберется до Астрахани, а финиш намечен на 16 июля в Сочи. На этот раз маршрут пролегает через несколько крупных городов – Липецк, Волгоград, Астрахань, Ставрополь и Майкоп. Его протяженность составляет почти 4000 километров, из них 2500 приходится на спецучастки. В гонке участвуют 130 экипажей из 28 стран мира. В двух зачетах – в грузовом – 35 участников, в легковом – 95. В понедельник, 11 июля, экипажи штурмовали направление Волгоградской области. Это был второй этап марафона, самый сложный, по словам пилотов. Именно здесь ралли вступает в зону песков. Кроме того, это самый длинный этап – 845 километров. Одолели его только к позднему вечеру. Прославленный гонщик Стефан Петрансель, выступающий после ухода из соревнований Volkswagen на мини All4Racing, пришел первым в зачете легковых автомобилей. В зачете грузовиков лидирует двукратный победитель «Дакара» Фердаус Кабиров из КамАЗ Мастер. Вторым на этом этапе стал Хан Стейси из германской команды MAN. Третьим – еще один КамАЗовский экипаж Андрея Каргинова. В качестве финиша Сочи был выбран не случайно, по словам организаторов. Таким образом, они дополнительно привлекают внимание к столице Олимпийских игр. И несмотря на ежегодные изменения маршрута, вплоть до 2014 года, ралли будет теперь неизменно финишировать в Сочи. Дизайнеры австралийского подразделения компании Ford по заказу издания Top Gear сделали концепты автомобилей для новой части фильма «Безумный Макс». Показали эти концепты на австралийском международном мотор-шоу. Местное отделение компании Ford представило на показ посетителям две новые концептуальные фантазии на купе Falcon XB GT351 Interceptor, что в переводе обозначает «перехватчик». Автомобиль снимался в первой части «Безумного Макса» в 70-х годах прошлого века, а теперь зрители ожидают продолжения этого фильма, который будет называться «Безумный Макс 4. Дорога ярости». В презентации автомобилей участвовали представители австралийской версии журнала Top Gear, которые опрашивали посетителей мотор-шоу о их мнениях про новые версии данного автомобиля. Оба современных болида сумасшедшего Макса имеют титановое покрытие кузова и оборудованы мощными средствами для тарана и травмирования соседей по дороге. Под капотом, скорее всего, будет установлен 5-литровый мотор от современного Мустанга мощностью 412 лошадиных сил. Хотя сбор голосов продлится до конца июля, за модель с зубастыми дисками уже проголосовало около 10 тысяч человек. На сегодня это все новости из мира моторов. Я желаю здоровья вам и вашим автомобилям. Удачи на дорогах. До встречи!